Приветствую вас, я думаю, что вот ключевой, один из ключевых моментов в том, что вы не задаете никакого вопроса, вот, то есть, ну, вы вроде бы пишете, описываете проблему, а вопрос, вопрос какой, не очень понятный. Вот, соответственно, непонятно, чего вы хотите от психологов, не совсем понятно, чего вы хотите от нас, от специалистов в данном случае, вот, и, соответственно, непонятно, какую проблему вы хотели бы решать, вот, это, пожалуй, первое. На что хотелось бы обратить внимание, вот. Второе, на что хочется обратить внимание, это на то, что вы вот, в общем и целом, боитесь, наверное, себя как-то вот проявлять, боитесь, на мой взгляд, по крайней мере, выражать. Свои чувствуем, вот, по крайней мере, мне так кажется, вот, и, соответственно, нужно здесь обязательно смотреть, где конкретно пипсюм вы себе. Подавляете, и, как это происходит, и, как это происходит, то есть, ну, вот, вот, именно, как это, ну, как это выражается, как, как это получается, как, как это происходит. Мне также показалось, что у вас некоторые трудности с личными границами, вот, так, по крайней мере, это выглядит. Ну, то есть, выглядит так, что вы, вы, именно, боитесь облиться, потому что, вот, как бы, есть проблемы с личными границами, то есть, проблемы со тем, чтобы, а, отделить, а, вот, вот, себя, вот, грубо говоря, другого человека, да, вот, и, мне кажется, что это, так же является, немного, да, такой, получается, некоторой, о, некоторые, ну, проблемы для вас. Следующий момент, на который хотел бы обратить внимание, это, момент, связанный со судьбой. То есть вы оперируете тем, что вдруг это судьба моя. Говорите вы, этот парень, с которым вы сейчас встречаетесь, сейчас периодически проводите время. И в связи с тем, что никто не знает ваша ли это судьба или нет. Может быть судьба, может быть нет. Я бы здесь обратил внимание на другое. На то больше обратил бы я ваше внимание. Что ваша ли судьба быть несчастной, быть в таком как бы подвешенном состоянии, быть нереализованной в какой-то степени, быть в сомнениях, быть в состоянии неудовлетворенности, в состоянии грусти. Вот ваша ли судьба это? Большой вопрос. Мне кажется, что на это вам в первую очередь и нужно себе ответить. Вот именно вам, именно самой. Нужно себе на этот вопрос ответить. Дальше. Почему-то есть ограничения у вас. То есть я не могу встречаться с другими парнями, хотя у меня отношения с моим парнем свободны. То есть вот это какие-то ограничения здесь у вас есть. Сами себе в данном случае вы эти ограничения установили. Понятно, что не совсем. Не совсем. Здесь история про сама себе. Понятно, что скорее всего не совсем сама себе. Скорее всего что-то так себя ваши установки проявляют. Таким образом. Но опять же важно это отследить. Опять же важно это увидеть. И опять же важно это проработать. Потому что с этими установками вы можете в принципе быть не согласны. И в принципе вы можете там, не знаю, считать по-другому, по-другому, да. Можете думать по-другому, можете вот хотеть чего-то другого и так далее. Вот. Ну и вообще, собственно, желательно бы увидеть, что это за ограничения, что они себя вообще представляют, да. Потому что бывают ограничения полезные, бывают ограничения не очень полезные. В данном случае это, ну как, больше, наверное, вредные ограничения, потому что по факту вы не находитесь в комфортно, а находитесь в такой вот довольно таки странной позиции, где вроде бы вы в свободных отношениях, а в то же время и нет. То есть не покидает от меня такое ощущение, да, что вы вот себе надумали что-то. Вот. Вы себе, я не знаю, придумали что-то. Вот. Ну просто что-то вы себе придумали. И, значит, на это опирается при том, что, например, спросить у молодого человека, допустим, ну, как он отнесется к тому, если вы с кем-то будете встречаться, да, вот это вот вы как будто бы не делаете. Хотя это было бы очень в тема, потому что, ну вот, молодой человек, молодой человек, может быть, может, может быть он даже не против того, чтобы вы встречались в кем-то еще. Вот. А если против, то, вероятно, он готов, мог бы быть готов вкладываться больше, как бы, ну вот, во взаимодействия с вами. Вот. А если он не готов вкладываться во взаимодействия с вами, то уже встает вопрос о том, а так ли он вам, так ли он вам вообще нужен. Понимаете? Какая штука. Вот. Поэтому, ну, ключевой момент в том, что ничего из этого не происходит. Нет. Вы это никак, в принципе, сами не реализовываете. Вот. Как мне кажется. И, ну, оставляете, условно говоря, это на его, как бы, ну, на его смотрение, что ли. Вот. Вот. А при том, что у него могут быть свои взгляды на эти вещи и он может, может быть, там, вообще об этом даже не задумывается, например. Понимаете, да? Вот. А вы, получается, решаете за двоих. Вот. На фоне этого, конечно, особое значение имеет то, что вот вы описываете касательно того, что вам ничего не интересно и особо, ну, никаких, как бы, увлечений нет. Вот. Вот. А мне кажется, что здесь, скорее всего, я не знаю, безусловно, не знаю, как обстоят дела, но, скорее всего, вот это состояние, оно было еще до того, как вы стали встречаться. И вы боитесь, наверное, наверное, совершенно потерять человека. Вот. Собственно, я могу, опять же, я могу быть не брать, но мне кажется, что это является одним из таких довольно сильных мотиваторов ваших, ну, словно говоря, там, для того, чтобы, ну, поддерживать отношения с ним. Вот. Конечно, ну, вам, в принципе, может сказаться, что, что вот. Если вы, например, расстанетесь, допустим, вот, то больше вы никого не встретите. Ну, как-то так. Ну, как-то так. Ну, возможно, как-то так это работает у вас. А вот. А вот. Вам может заказаться и вы можете бояться одиночеством. Потому что, ну, словно говоря, с собой находиться наедине. А вам может быть трудно. Вам может быть тяжело. Вот. И получается, что сами вы ответственны за принятие решения не берете. И получается. Я пытаюсь, как-то вот переложить это, ну, переложить эту ответственность на других людей. Например, на нас. На психолог. Вот. И поймите. Правильно. Я вас не хочу ни в коем случае ни в чем обвинять. Я думаю, что вам действительно плохо и вы действительно страдаете. Вот. Моя задача, она как-то же не протоксально не в том, чтобы вас задействовать, а чтобы указать на важный момент. Вот. Вот. Вот как-то, как-то, как-то так. Я думаю. Дальше. Так. Ну и экзистенциальная история. Вот. Экзистенциальный кризис, он тоже для вас, мне кажется, актуален. Вот. Поэтому поиск смысла жизни. Вот. Вот. Вам тоже, наверное, необходим. Вот. Поэтому я думаю, что психотерапия вам необходима. Вот. Если, конечно, вы этого хотите. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Вот. Надеюсь на обратную связь. На мой ответ. Опа. Поведут вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам и надеюсь, что все проблемы будут ваши решения.